Слава Иисусу Христу! Всех-всех приветствую именем сладчайшего нашего Спасителя, Искупителя Иисуса. Как и обещал, вечером я делаю включение сегодня, в 6 часов вечера. И здесь, пока в Киеве, я буду все дни празднества Преображения Господнего, буду здесь. Получается, до следующего воскресенья включительно буду здесь. В понедельник, даст Бог, следующий понедельник, это уже 26-й, ну да, отдание праздника Преображения будет как раз. Вот, отдание Преображения я проведу уже служение во Львове. Молитесь о поездке этой. Ну и если, мало ли, кто-то в воскресенье, допустим, там, после обеда, вечером, там, или же в понедельник, 26-го, значит, августа, будет ехать во Львов, то отзовитесь, если там место у вас есть, попутно, вместе с вами поеду Бла-Бла-Кар, а это есть Бла-Бла-Чорч, Бла-Бла-Чорч. Вот, молитесь об устройстве, вот, и о транспортном средстве здесь, тоже в Украине. Пусть Господь благоставит. Так что, как-то так. Хорошо, друзья, благоставляю вас, возлюбленные дети Божьи, во имя Господне. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава, слава тебе и хвала, слава, слава, слава Агнцу Божьему на престоле, слава тебе, Господь, слава тебе, Аллилуйя. Аллилуйя. Сегодня вечером совершу и хлебопреломление. Кстати, с братом Владимиром мы ехали, как раз, вот, метро сюда, на Лесовую, с Кловской, со служением. И пообщались, как раз, и в следующее воскресенье он привезет, как раз, там, чашу, все для хлебопреломления, для причастия, вот, в церкви. И послушаем литургию именно в следующее воскресенье. Жду вас, если в Киеве вы будете в следующее воскресенье, то, пожалуйста, приходите на служение. Буду очень рад вас видеть. И вместе преломим хлеб в церковной такой, общественной литургии такой, тело и крови таинства, совершая Господа Иисуса Христа. Вот, о частном порядке я призываю и у себя в церкви, и когда в гостях бываю, совершать по домам это ежедневно. Преломлять хлеб в простоте сердца, в радости, веселье, славить Господа Иисуса Христа. Вместе с Господом, со своей семьей, с друзьями, разделяя радость общения тела и крови Иисуса. Благодаря Бога за все. Вот, я к этому призываю верующих. К такой первоапостольской простоте вернуться. Я вижу в этом тоже знамение времени, вот именно эпохи Великой Реформации. Такое прекрасное, такое завершение. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. И вот я зашел как раз, здесь вот есть лавка, где пекут лепешки такие восточные. Вот, купил лепешку. Так что сегодня у меня хлебопроломление такое вот, с такой лепешкой. Да приходит ваше служение сверхъестественной хорошей машины во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, Ольга, спасибо за как раз вот и ваше включение, и комментарий. Молитвенный такой комментарий. Классно, здорово. Люблю, когда комментарии такие молитвенные, или пожелания. Слава Богу, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. И благодарю Бога за хлеб. Хлеб, конечно же, да, вот из земли, который взят хлеб, вот такой наш земной хлеб. Но на Ипаче, благодарю Бога за хлеб небесный. Самого Иисуса Христа. Он есть хлеб жизни. Спасибо тебе, Господь. Преломляемые уже два тысячелетия. Хлеб живой. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Плод виноградной лозы. Тоже, да. Слава Богу. Вот виноград красный. Значит, и, конечно, благодарю Бога за плод земной лозы. Каждое вот хлебопреломление рассуждаю об этом. Вот я благодарю Бога за плод земной лозы. Но на Ипаче, конечно, благодарю Бога за лозу небесную. За Иисуса Христа, опять-таки, который есть лоза небесная. Лоза, сошедшая с неба. И благодарю великого виноградаря, нашего благого, доброго Отца. За его милость и благодать. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благодарю тебя за все, Боже Всебогущий. Сегодняшним вечером хочу помолиться, особенно, конечно, молюсь за весь мир, за всю нашу истрадавшуюся землю, за все народы и племена. Благоставляю всех во имя Господне. Но на Ипаче сегодня хочу помолиться за Украину и за Израиль. Украина, потому что здесь как раз вот собор проходит. Вот в это воскресенье сегодня. В следующее воскресенье тоже преображение продолжается. По церковному празднеству, по календарю, церковному православному календарю, целую неделю продолжается. И следующее воскресенье тоже будет по празднеству. И будем продолжать эту тему, как раз, о чем отец Максим сегодня говорил. Кто видел трансляцию, если вот собор, это еще и вот именно собрание для решения каких-то насущных задач, вопросов и вырабатывания планов на будущее. С Духом Святым Божьим вместе работаю над этим. Слава Богу. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо, 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 драгоценный Бог наш. Слава тебе. Аллилуйя. Благоставляю Израиль, благоставляю Иерушалаем, Иерусалим, город великого царя во имя Господня. Благоставляю. Аллилуйя. Молюсь за Киев, молюсь за Москву. Кстати, вот перед, кто трансляцией пораньше подключался, я сейчас вот нашел на Ютубе такую запись Сарогожской заставы, Сарогожского кладбища. Значит, там запись колоколов с колокольни старобрядческого храма. Да, мир вам, почему вы один, а где гости собора? Здесь на квартире я сегодня один. Один, Андрей наш брат, значит, ну все киевляне, гостей, особенно вне Киева почти не было. С Минска Андрей, он сейчас ночует там на квартире, в хостеле. Значит, и будет у меня завтра уже получается, да, уже после утренней молитвы. Но мы с ним запишем обязательно что-то, потому что и у него есть с чем поделиться, вот, нам есть о чем поразмышлять, порассуждать. Вот, с отцом Максимом я либо завтра вечером, либо послезавтра вечером. Ну, как будет у него по работе получаться, вот, чтобы был свободный вечер у него. Сегодня вечером он не может быть. К сожалению, извинился он тоже, не сможет быть. Все остальные гости были онлайн, наши. Кифа не смог тоже приехать. Он передавал обнимашки, целовашки, да, но сам лично не смог быть. Вот, но ничего, он не смог приехать со Львова. Я к нему во Львов поеду в следующий понедельник. Так что, Кифа, если подключился, привет, шалом с Киева. Слава Богу. У него сегодня гости, там с Бразилии гости, общение. Я видел уже фотки их, классные ребята. Слава Богу. Вот, и такая пророческая, видимо, такая, ну, и... Ну, вообще, Кифа молодец, движется вот в таком потоке, потоке Духа Святого. Значит, и тоже со Львова Владимир. Я его, мы по телефону общались, я его приглашал. Хороший брат, я так очень рад вообще, что нашего полку прибывает. Вот, но у него супруга уже на последних неделях беременности. И, как бы, оставить он не может, конечно, свою супругу. Вот, значит, у них скоро будет ребеночек. Вот, ну, во Львове я уже, даст Бог, увижу. Вот, значит, и не только их семейство, но и даст Бог уже и прибавление. Вот, значит, так что люблю благоставлять младенцев. Значит, ну, крещение называют в православии, конечно, младенцев, но на самом деле это не крещение. На самом деле, когда младенцев мы вот обрядом таким, мы благоставляем, да, благоставение. Педобаптизм это не для нас, знаете. Крещение младенцев это или же взрослое без просвещения, оно не имеет смысла на самом деле. Это благоставение. Вот, поэтому, надеюсь, их ребеночка тоже благоставляет там. Слава Богу. Хорошо, друзья. Благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Кстати, я тоже с Молдовы, с Приднестровым списался. Вот, сегодня и даст Бог, там послужу. Вот, по дороге в Румынию, значит, Богдан и Онеско, и румыны наши не приехали. Но, вот, передавали привет и через, ну, Ютуб, через канал Ютуба, слава Богу, имеет возможность вот так вот лицезреть, будем договорить, собор. Вот, но уже в Румынии, в Бухаресте уже, вот, вместе прославим Господа. Молюсь об устройстве служения в Бухаресте и по всей Румынии, не только в Бухаресте, конечно. И Богдан и Онеско, это наш епископ там, значит, я думаю, что, вот, служение вместе проведем мы. И не одно служение, и плюс еще, там, Он говорил, там, на телевидении программы, и, даст Бог, даже и в прямом эфире сделаем, вот, слава Богу. И на христианском, и на таком светском телевидении. Чтобы по всей Румынии, вот, свидетельства люди тоже слышали, и вот, с переводом, конечно, на румынский язык, вот, служение. Хорошо, друзья, и благодарю Бога Всемогущего за сегодняшний собор и за продолжение этого собора. На протяжении всей этой недели и в утренних молитвах, это будет воспаление, хвала Господу, в вечерних молитвах, как продолжение собора, буду делиться словом и стараться тоже, кто сможет по вечерам быть у нас из священников, то сделаем совместные эфиры. А, кстати, следующее воскресенье, не только в продолжение собора, но также будет, должен быть уже и отец Виктор. Сегодня его не было, завтра, в следующее воскресенье он будет с Черкащины, священник, замечательный, евангелист, учитель, с даром учителя, ярко выраженным таким даром учителя. Замечательные учения, замечательные наставления такие дает Он, слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, благодарю Тебя за великое чудо Твое, благодарю Тебя, Господь, за то, что действительно преображение в наших судьбах происходит. Слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава Агнцу Твоему, слава Спасителю нашему Господу Иисусу Христу, Аллилуйя. Слава Утешителю, Духу Святому, Аллилуйя. Благословен Бог наш, и благословено Царство Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Господь, Бог, всемогущий, всесильный, слава Тебе, слава Тебе. Благослови, Господь, этот эфир сейчас, благослови всех, кто подключается, подключился, и кто потом будет в записи смотреть этот эфир. Благослови во имя Иисуса Христа. Благослови сегодня это хлебопреломление, рассуждение о таинстве, великом таинстве спасения, великой тайне тела и крови Твоих. Слава Тебе, Боже Всебогущий. Благословен Ты, Царь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вот. И тоже молитесь. Если молитвенные нужды какие-то есть, то пишите. Вместе помолимся. Вот. Боли разделены вместе, тем более пред Богом в молитве. Это замечательно, что мы имеем такую возможность пред Богом предстоять. И вот я молюсь за Алексея Ивановича, за его скорейшее выздоровление. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. За всех братьев и сестер. Татьяна написала здесь, Блажкевич, шалом, благословенный брат. У меня вопрос, как относишься к выходу церкви, к выходу из Вавилонской блудницы. Об этом я рассказываю подробно и в старых, и в новых своих семинарах по истории христианства, истории церкви. Об этом рассказываю. Кстати, вот сегодня на соборе, ну, этой темой слегка лишь коснулся, получается, на соборе сегодня. А уже следующее воскресенье как раз, значит, там более детально будем говорить об этом. И я, и даст Бог, отец Виктор тоже. Вот, значит, и, может, отец Максим тоже, кстати, что-то скажет на эту тему. Вот, но очень интересно будет, конечно. Вот, и, слава Богу, инна, майр, аминь, аллилуйя, слава Богу. Вот, и есть две модели христианства, да, значит, как написано, совокупляющаяся с блудницей есть одна плоть с блудницей, а соединяющаяся с Господом есть один дух с Господом. Вот, и две модели христианства, да, значит, как вот и в Ветхом Завете. Жена, да, невеста, возлюбленная и блудница, прелюбодеется, заблудшая. Вот, и в истории Израиля было так, и в истории уже Новозаветной Церкви все повторяется, знаете ли, то же самое. Вот, но принципиальное различие между, вот, как раз именно, вот, церковью невестой, это Иисус Господь, это взирание на Христа, один Господь, действительно, одна вера, одно крещение. Вот, значит, а блудница, она даже и не против, конечно же, Господа Иисуса Христа, безусловно, он тоже один из ее любовников, но, знаете ли, это один из многих. Вот, и, к сожалению, вот, традиционное православие, как и традиционный классический католицизм, значит, являют собой очень яркий пример, как раз именно церкви-блудницы, к сожалению. Я не говорю про всех, безусловно, водораздел проходит не по конфессиональным, значит, границам, безусловно, а по сердцам человеческих. Вот, значит, и блудница, значит, человек, являющийся частью блудницы, вот, можешь, каждый может сейчас себя протестировать, являешься ли ты частью невесты или частью блудницы. Вот, исторически, да, библейски очень легко проверить, очень легко на самом деле. Если ты молишься только лишь Господу, Богу Всемогущему, да, это яркий признак, что ты часть церкви невесты. Если ты молишься еще кому-то на стороне, открываешь самое интимное в себе кому-то еще на стороне, допустим, Богородица, другим умершим святым ангелам, то ты часть блудницы. Как ни крути, каким бы духовным, высоко духовным ты ни был, это очень яркий признак, это, как бы, ярчайший, ну, критерий, будем так говорить, проверки. Есть много других, конечно же, проверок, но для меня здесь очень важно. Ну, и другие темы. Более подробно я об этом рассказываю на семинарах. Здравствуйте, как реагировать на ваши проповеди о ересе крещения младенцев? Тем временем вы сами крестите в Инстаграме, вкладывайте фото. Я по поводу педобаптизма категорично отрицаю педобаптизм. И, значит, с самого 96-го года, значит, может, старые фото какие-то выкладывал, не знаю, но с самого 96-го года я не крещу младенцев уже. Значит, до 96-го, да, есть много старых фотографий, да, значит, там, ну, не так много, но тоже, я порой выкладывал тоже их, кстати, где крещение младенцев я совершал, на самом деле. Вот, с 96-го года по сей день я не крещу младенцев, благоставляю их, да, церковным обрядом тоже, значит, да, тоже окропляю водой, значит, там, значит, да, или поливаю, или окропляю, помазываю елеем, тоже зажигаю свечи. То есть, в принципе, весь обряд православный очень красивый, кроме, там, окульных некоторых моментов, значит, сохраняется. Но это действительно, это не педобаптизм, это не крещение, это именно благословение младенцев. И то же самое, литургию совершаем, допустим, значит, да, православную обвиняют, мне многие тоже, почему, она прекрасна, просто убираем молитвы Богородицы, святым и прочее. Татьяна, еще пишет здесь, значит, о модели церкви римской религии в 3000-х годах, значит, но вот как раз формирование церкви Блудницы, вот, начиналось, ну, не в, ну, да, в конце 4-го столетия, начало 5-го столетия уже началось. Ну, а, как бы, ящик Пандоры был открыт в 431-м году, когда впервые стали молиться кому-то еще на стороне. Да, Вова, да, батюшка, могу ли я ходить в православную церковь молиться Богу, если я баптист? Вот, интересный вопрос, конечно, кто же вам запретит-то? Значит, я люблю ходить и в баптистские церкви, в баптистское собрание, и в православный традиционный храм, и киевского патриархата, и московского патриархата, и какая разница, куда вы будете ходить-то? Главное, чтобы вы сами будете церковью. Значит, у Владимира очень странный вопрос, конечно, для меня странный, но нет, если вы серьезно, вот, озадачен над таким вопросом, то я буду рад вам разъяснить, как говорится, политику партии. Вот, значит, то есть, важно не то, куда я хожу, знаете ли, а важно, кто я сам. Я есть церковь, церковь это я, церковь это я, я это церковь, я и Отец одно. Но будьте так, действительно, с Богом, в Боге, и Христос, Он, чтобы был в вашем сердце, и не важно, вы баптист или православный, ходите в храм православный, или костел католический, или молитвенный дом там баптистов, или к харизматам собрание шумное, или в тихое собрание адвентистов, допустим, значит, благоговейно, мне очень нравится адвентистское служение, кстати, с разбором вот таких тем, таких учений. Вот, или у писятников классическое такое, ну, огненное такое, именно, ревностное служение. Есть в христианстве сотни разных форм богослужения, но при всем уважении к и баптистам, и прочим, все-таки самое красивое для меня лично, это православное служение. Вот, как ни крути, я за уже более 30-летнее свое служение Господу в священном санне, ну, как священнослужитель православный, первых около 10 лет я общался только лишь с православными, и я не знал ничего, кроме православия, являясь православным церковным священнослужителем. Вот, с 87-го года, с 88-го, вот, я служил только лишь в православном храме, и ничего не знал до 96-го года, не знал ничего, кроме православия. Вот, с 96-го года я познакомился с десятками различных форм богослужений, но до сих пор, честно говоря, ничего красивее православного служения я не видел. Вот, поэтому, при всем уважении к вам, значит, у каждого есть свои мнения, своя душа, как бы свои, там, вот, и, знаете ли, значит, поэтому, значит, я думаю, что Господь, Он благословит, слава Богу. Хорошо, Денис пишет, то есть благословение, благословение включает в себя окропление водой, в моем служении, да, значит, в моем служении, да, я окропляю водой, помазываю елеем, значит, и, в общем-то, совершаю православное такое богослужение и церковное служение. Татьяна, аминь, с вашим ответом брату-христианину, да, вот, значит, да, с ним надо пообщаться с братом-баптистом в личку. Если брат-баптист Владимир, отзовитесь, если вы в Киеве, то в следующее воскресенье добро пожаловать на собор, продолжение собора, буду рад общаться с вами. У нас бывают в гостях и баптисты, и писятники, и адвентисты, и харизматы, и католики, и разные православные, то есть очень разные люди. Вместе преломляем хлеб, вместе молимся, благодарим Бога за все, потому что Иисус Господь наш и Спаситель. Аллилуйя. Слава Богу. Татьяна, да, это понятно, почему вы, так вы родились в ней, и потому Бог везде. Денис, спасибо вам за ответ, благословляю вас, приезжайте в Тирасполь. А, в Тирасполь, Денис, как раз вот с епископом Юрием я как раз в Тирасполь и списывался сегодня, вот, по дороге в Беларусь, как раз в Тирасполь, даст Бог, и послужу у вас. Не только на служение, да, значит, в субботу-воскресенье договорились, я так понимаю, но и семинаром еще послужить. С семинаром, может быть, даже я там в Тирасполь буду, ну, может, даже неделю, наверное, ну, чтобы был такой насыщенный семинар. Извините, но я живу в Беларуси, Владимир пишет. А, если в Беларуси, то если в Гомеле, то свяжитесь обязательно с нашим отцом Сергеем Николаенко, значит, если в Минске, то с Андреем, братом нашим, вот, он сейчас как раз у меня в гостях, брат Андрей. Вот, Денис пишет, да, ждем вас, слава Богу, аллилуйя. Вот, так что буду рад послужить и вам. Кстати, я даже не только крещение младенцев, да, значит, там, я не крещу, я благоставляю, но в православной такой форме. Так же, как вот и рясу я ношу, допустим, да, значит, там и ризы одеваю, там, порой, там, на какие-то празднества, вот, или служения, или другие. Вот, но и, интересно, но и крещение взрослых я тоже провожу по православному обряду, традиции, тоже свечи зажигаем, мы тоже троекратное погружение в воду совершаем. То есть, все вот так, я не вижу в самом обряде проблемы, наоборот, мне он очень нравится, он очень красив, вот, просто надо этот обряд наполнить именно, ну, правильным содержанием. Вот, Татьяна пишет, да, вместе все динаминации, семья Божия, главное, чтобы духа, религии имели, да, развлечения, да. Да, кто духа Христова не имеет, тот и не его. Динаминации, конфессии, наши земные перегородки, барьеры, еще митрополит Платон говорил в начале 19 века в Москве, что наши земные барьеры, границы, они до неба, они доходят, они не могут закрыть небеса, никакая конфессия, динаминация не может, вот, именно, монополизировать истину, приватизировать царство небесное. Вы, Божий спецназовец в православии, красивый, интересно, еще ни разу меня так не называл никто. Ну, почему бы и нет? Главное, Христов ты или нет, а остальное, да, Александр, молодец, правильно, брат, действительно. Александр еще другой уже пишет уже, здравствуйте, брат, Сергей, скажите, пожалуйста, если я лютеранин, это отклонение от церкви или нет? Церковь едина, у нас в гостях бывают и лютеране, я сам проповедую в лютеранских кирхах и в России, кстати, в Украине еще в лютеранских собраниях не проповедовал, кстати, да, но в России проповедовал не раз, уже, значит, в Германии, в лютеранских кирхах часто бывал, в США тоже в лютеранских кирхах часто проповедовал, поэтому для меня это братья и сестры, все для кого действительно Иисус Господь и Спаситель, отклонений у всех своих полно хватает. Кстати, у лютеран классическое протестантское служение, очень красивое, но тоже педобаптизм присутствует, к сожалению, значит, как и у нас в православии традиционном, но... Кстати, лютеранские харизматики были служения, Александр пишет с Ульяновской, а бывал я в Ульяновской, кстати, в кирхе проповедовал, но там не лютеранское было собрание в кирхе, а межконфессиональное такое собрание было. Там были лютеране тоже, кстати, да, были местные лютеране ульяновские, симбирские, но там было собрание, то есть это было после уже лютеранской литургии, это было служение, я там проповедовал, да, молились мы вместе, там были пастыри и служители, и члены церквей, и харизматических, и писятнических, и адвентистских, каких только не было, даже мессианские евреи были, по-моему, то есть это было давно, правда, уже, вот, и потом еще раз приезжал в Ульяновск, тоже в кирхе, опять-таки, проповедовал там, вот, но не лютеранское собрание было, вот, в лютеранских собраниях, именно на литургиях я проповедовал в Петербурге, значит, на северо-западе России, да, значит, не раз, у меня там много друзей в области Ленинградской, значит, в Сибири, то же самое, слава Богу, вот, я знаю многих там служителей, лютеран, разных, будем так говорить, объединений, да, Александр пишет, что я вас помню, слава Богу, спасибо, спасибо, кстати, если у вас фотографии, Александр, есть, с этого служения, какого, моего приезда в кирху, то пришлите мне, пожалуйста, я у себя в альбомах стал смотреть, значит, там, значит, там, в папках этих, и не сделал, оказывается, там, фотографии, значит, ну, хотя братья снимали, я помню, там, братья фотографировали, а я так ничего не делал, я в то время, я в последнее время лишь стал очень много там фотографировать, часто раньше в поездках я даже не брал с собой фотоаппарат, даже, не видеокамеру, ничего, это спасибо Максиму Максимову, это он меня надоумил, чтобы, значит, вот, и настрополил, так, чтобы я брал с собой камеру всегда, значит, записывал все, значит, делал трансляцию, то есть это во многом, значит, больше половины, вот, заслуги, вот, в том, что вот сейчас вы меня видите и слышите, это заслуга пастора, да, Максима Максимова, директора СНЛ, очень хороший служитель, я очень люблю его, просто, очень. Кстати, он проповедует тоже в разных конфессиях, Татьяна пишет, да, рада за вас, брат Сергей, что вы в огне Духа Святаго, да, Александр пишет, спрошу пастора, и Владимир, буду молиться, аллилуйя, спасибо за меня, спасибо огромное, да, кстати, у баптистов в Белоруссии я проповедовал, сейчас я вспомнил, в Могилевской области было дело, вот, а также, как все называется, забыл город, ну, сейчас неважно, ладно, тоже на востоке Белоруссии, слава Богу, хотя меня в западную Белоруссию приглашали, тоже баптисты, значит, в этом, под Брестом, и в самом Бресте, но я, к сожалению, не был там еще, в Пинске бывал, но это тоже давно, лет 20 назад еще. Скажите, пожалуйста, можно ли в воскресенье работать при условии не пропускать собрания? Запрета нету, тем более, живите в благодати, в радости, зачем вам так париться, знаете ли, вот этими условностями такими. Если брать по Писанию, то только лишь в субботний день есть запрет на работу, но, опять-таки, это не как запрет, а как нам позволение и благословение нам отдыхать, отдыхать в субботний день. То есть, это не стакан наполовину пустой, а наполовину полный, будем так говорить, да? Поэтому даже запрет на работу в Писании в субботний день, это не, значит, ярмо закона непосильное, а это, наоборот, благодать и радость, и возможность как раз именно насладиться отдыхом. Кстати, в той же заповеди, четвертой, там говорится еще и о, не только о покое в субботний день, там говорится и о работе все шесть дней. То есть, те, кто не работают шесть дней в неделю, да, так же грешат, получается, пред Богом, да, как и те, кто не покоится в субботний день. Вот, шаббат я провожу, трансляции провожу, хотя не всегда это, конечно, получается, и не всегда это, наверное, уместно, потому что все-таки, когда ты вот так на людях, там, и делаешь трансляцию, то это все равно, значит, оно как бы так, ну, не совсем кошерно, честно говоря, попахивает чем-то нехорошим. Когда хочется один-один с Богом провести время, целый день, это с пятницы вечера до субботы вечера. Татьяна пишет, да, значит, истина за субботу. Я вот только недавно стала радоваться субботой, покоем Божьим, аллилуйя. Вот, и кто во Христе, тот действительно успокоился от дел своих. Я знаю, что во Христе есть истинный покой. Вхождение в настоящую субботу через Господина субботы, Ишуа Машиаха, Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благоставляю вас, братья и сестры. И сейчас давайте поразмышляем о теле крови Христа. Давайте плавно сейчас перейдем, вот, завтра, и всю неделю эту, пока я в Киеве, в 6 утра подключайтесь к прямым трансляциям с утренних молитв, тоже с хлебопреломлением будем совершать мы вместе, да. Вот, и по вечерам, в 6 часов вечера подключайтесь. Вот, значит, будем продолжать эту тему. Вот, слава Богу. Господь да благословит нас всех. Аминь. И порассуждаем о теле крови Христа. Спасибо Тебе, Господь, за спасение, за дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. И у себя в церкви, и в гостях, когда бываю, я стараюсь людям говорить о том, чтобы мы возрождали эту первоапостольскую такую традицию и преломляли в простоте сердца хлеб по домам каждодневно. В кругу семьи, друзей, или вот сейчас я один вот с вами онлайн причастие. Беру хлебушек, молюсь, благословляю Бога. Вот у меня здесь вот лаваш такой есть, такой, ну, или как, ну, лепешка, лепешка. Почему в православии традиционно запрещено причащаться в других конфессиях? В традиционном православии много сектанства, вот почему, много сектанства. То есть я сам жил этим представлением, что, и не только в православии, конечно, но просто в православии у нас традиционном это очень ярко выражено, очень вульгарно выражено. Вот мнение такое, что якобы только лишь мы спасены, только лишь у нас спасение, только лишь у нас Бог, а за периметром православия как бы не дай Бог вообще. Вот значит, что только лишь у нас есть благодать, Духа Святаго, а у вас кукиш с маслом, ничего нет вообще. Вот значит, и дырка от бублика какая-то, и все. А у нас, как бы, а у нас, а у нас там в квартире газ, а из нашего окна там площадь красная видна и прочее. Вот такое бахвальство, такое хвастовство. На самом деле Бог гордым противится. В какой церкви, если вы приходите в собрание какое-то, и где говорят, только лишь у нас Бог, только лишь у нас спасение, бегите с этой церкви, просто бегите. Это секта, тоталитарная опасная секта. Это Вавилон, это Вавилон, просто бегите с нее. Неважно, на православное, католическое, протестантское, просто бегите с нее. Потому что это яркий признак как раз в Вавилонии считать, что мы Бога за бороду схватили, что он у нас теперь как джин в кувшине нашей лампы, Дух Святой теперь у нас, как бы и все, а у вас ничего. Только лишь у нас все. Вот такое мнение. Я сам жил таким сектантом. Я был таким сектантом, когда служил священником в РПЦМП Московского Патриархата Русской Православной Церкви. Я был священником традиционного православия до 96-го года. Я служил в традиционных храмах, был настоятелем храмов в Рязанской области, потом в Брянской области до самого 96-го года. Я считал, на самом деле, тогда, я молодым священником совсем, я верил тогда, что только лишь у нас благодать Духа Святого, только лишь у нас спасение, а за периметром православия хоть трава не расти. Знаете ли, я даже и в ус не дул себе, и не думал общаться с кем-то из неправославных христиан. Я даже их только лишь не християми называл, и все. Для меня баптисты, это были сатанисты, писятники, вообще-то, уже с дьяволом на короткой ноге. Вот, значит, там адвентисты, это те же самые тоже сатанисты, только там, значит, законнические. Католики, это вообще не христи для меня были. Вот, я реально, как я вспомню свои прежние речи, мне чудно все это. Вот сегодня мне это чудно, конечно, мне это странно даже, самого себя вспоминать тогдашнего. Вот, и я каялся много раз за вот те слова, за те проповеди, которые я произносил тогда. За ту, вот эту вражду, которую сеял. Потому что я сеял сектанство, был ярко выраженным сектантским, таким священником православным. Я верил, что только лишь у нас в православии благодать, спасение и все. Правоприемственность и прочая, всякая ерунда у меня была в голове, знаете ли, и всем этим я жил. И только лишь в 96-м году я начал смотреть за периметр православия, начал знакомиться с протестантами, с католиками. Один священник католический, Йозеф Гунчага со Словакии, миссионер в России, он трудился миссионером в России те годы, 90-е годы. И я с ним познакомился, потрясающий священник, он мне и знакомство с ним, общение с ним, мне очень сильно в жизни помогли. Я познакомился с католической традицией, западной традицией христианской и, конечно, ахнул. Знаете ли, я думаю, надо же, сколько беды в этой гордыне церковной, в превозношении над братьями католиками, над братьями протестантами. Кстати, благодаря Йозефу Гунчаге, благодаря знакомству с этим священником католическим, я оказался в Украине. В 97-м году уже это было. О, Господь, милости Татьяна пишет, слава Господу за вас. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Братья, сестры, и поэтому уже с 96-го года я причащаюсь в разных собраниях, и с баптистами, с кем угодно. Даже если атеист придет, значит, я преломлю с ним хлеб, если он признает Иисуса Христа своим Спасителем, Господом, пожалуйста, для меня всякий, кто действительно, для кого кровь Иисуса Христа является святыней, ценностью, кто готов признать ее. Поэтому даже в собрание пришли, приходят люди порой, впервые, но если они действительно, что Иисус Господь, говорят, принимает в свое сердце распятого Господа Иисуса, воскресшего и живого Спасителя, и говорят, что да, кровь Христа омыла меня, тело Христа за меня было ломимо. Все. Я говорю, пожалуйста, даже если ты вот только что, буквально пять минут назад только, или что-то, это осознал, принял, преломляем хлеб с тобой, преломляем хлеб, подходим к одной чаше и говорим, что Иисус Господь, Иисус Спаситель. Кстати, много молитв о единстве христиан. Я был вот на молитве тоже в Москве, вот недавно совсем, и в Петербурге, на молитвах за единство церкви. И мне давали микрофон тоже, среди прочих там служителей, и я сказал, там были тоже очень разные конфессии, были, кстати, и лютеране, и баптисты были разные, были адвентисты. И я сказал примерно следующее, что, на мой взгляд, на таких служениях, там не делалось преломление хлеба, к сожалению, но я сказал, что это большой недочет, потому что я считаю, что всевозможные наши молитвы, наши проповеди о единстве, они, по сути, яйца выеденного не стоят, если мы вместе не преломляем хлеб, если мы вместе не рассуждаем о теле крови Христа, если мы вместе не заявляем, что кровь Иисуса Христа, мы ходим во свете, имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Все наши, знаете ли, религиозные старания, потуги к единству, они превращаются просто в демагогию, словоблудие, рано или поздно, потому что без подкрепления конкретным делом, вера без дел мертва, и слова без дела, они порой ничего не стоят, и выхолощиваются вообще, и профанация происходит, вот это вот таинство, единство церкви, тело Христа. А настоящее единство, когда мы не просто говорим о единстве, не просто молимся о единстве, не просто даже называем друг друга братьями и сестрами, а вместе вот так берем хлеб, преломляем и говорим, одно тело, один хлеб, Иисус Христос, Он с небес сошедший, и Он за нас, за всех, один за всех, и все за одного, один Иисус Христос за всех нас отдал свою жизнь, и все мы за одного, за Иисуса Христа, Аллилуйя, слава тебе Господь, Аллилуйя, Аллилуйя. Тоже Роза пишет, да, добрый вечер, архиепископ Сергей, да, дует свежий ветер, перемен, слава Господу, Отцу и Сыну и Святому Духу, Аминь, Роза, Аминь, сестра, Аллилуйя, Салям. Татьяна пишет, если возможно, после преломления напомните, как у вас произошло преломление, преобразование в вашем познании истины. И сейчас, прямо во время хлебопреломления скажу, значит, перед хлебопреломлением скажу, что на Ютубе, посмотрите, даже вот здесь, вот на этом канале, есть на моем канале видео, самые такие популярные, что ли, как назвать это? Ну да, так и пишется, популярные видео. И самым первым будет как раз «Мой путь к живому Богу» называется. Или наберите на Ютубе «Мой путь к живому Богу». И там как раз вот архиепископ Сергей Жуалев, ваш покорный слуга. И там как раз мое свидетельство более подробное есть. Есть такая же книга, но в сети сокращенные лишь нашел я варианты. Я сам не могу еще размещать эти вещи, но стараюсь. Вот, даст Бог, издам снова сборник статей, какой я издавал в 2004 году. Вот, значит, и если коротко сказать, то через возвращение к Слову Божьему, через возвращение к живому Богу. В 1996 году, значит, познакомился с одним пятидесятником я, Григорий Сильных, он сейчас пресс-фитером в городе Сураж Брянской области. Тогда он был дьяконом Пятидесятнической церкви, там же в Сураже. Вот, значит, это было в Брянщине, Брянской области, где я был настоятелем одного из сельских храмов. Вот, и мы познакомились, обменивались литературой, потом я был у них на собрании. И, да, мои перемены начались, и сектантское мышление разбивается от, особенно сильно от живого общения с другими верующими. Когда мы не просто ходим во свете, да, это хорошо, можно всю жизнь ходить во свете, но вот, если нет общения друг с другом, то, ну, скажу, не происходит этого таинства единения. В великой силы, силища в общении друг с другом, в общении не только со своим собранием, но и с верующими разных-разных конфессий, разной динаминации, ты понимаешь, начинаешь понимать, что дух дышит, где хочет, дух дышит, где хочет, и Бог намного больше, чем мы можем себе это представить вообще, вообразить, изобразить в своем богословии, в своем церковном представлении и прочее, прочее, прочее. И тогда же, в 96-м году, по идейным соображениям, я отказался от молитвы к Богородице, к умершим святым, отказался от иконопочитания, значит, почитания крестов, мощей, от педобаптизма, крещения младенцев, отказался от многих этих вещей, как элементов вавилонского такого как раз христианства, отступнического христианства. И, по идейным соображениям, вышел из РПЦМП, и с того времени, с самого 96-го года, с лета 96-го до сегодняшнего дня, являюсь православным реформатором, обновленцем, слава Богу, тружусь на поле Ниве Божьей, в этой такой форме, будем так говорить. Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Боже Всемогущий! Кстати, в 99-м году, в 98-м, да, Александр Шевченко, ведущий программы «Угол», он тогда не был еще пастором, он был ведущим программы «Угол», мы записывали с ним программу, я записывался у него в программе «Угол», есть старое такое видео, где и я был еще помоложе, и он помоложе был, и мы вместе, такие молодые, вот, рассуждали об этом. Я, кстати, написал ему, предлагаю снять продолжение 20 лет спустя, но уже чем больше, чем 20 лет, конечно, ну, так вот можно назвать. Интересно. Пусть Господь благословит всех вас, братья и сестры, можете посмотреть. Зачем такое наслоение было создано? А как быть с теми словами, что в традиционном православии говорят, что мол, молимся другим святым, чтобы они молились за нас Богом? Ну, многобожие и многобожники любят, знаете, как уш на сковородке, значит, извиваться, чтобы свое мракобесие, вот, прикрывать, будем так говорить, да, вот, я, а многобожие я очень много разоблачаю. Не поленитесь, посмотрите мои семинары, здесь же на ютубе и старые семинары мои, и лекции, проповеди об этом. Так вы напишите, многобожие архиепископ Сергей Жуалев, или там, значит, там, история христианства, или неизвестная история церкви, там есть даже такая рубрика, неизвестная история церкви, в библейской школе в городе Благовещенске на Амуре, в новом поколении, там, записи были сделаны тогда еще, ну, это старые тоже записи, но очень интересные получились. Создано, значит, зачем, вопрос интересный, вот, Денис, зачем, зачем, чтобы отвлечь людей от Господа, чтобы лишь одна личность во Вселенной заинтересована в этом, это дьявол. Сатана, падший ангел. Почему? Чтобы отвлечь людей от Искупителя Господа Иисуса Христа. Лишь за этим, больше ни для чего. Других целей я не вижу, ну, генеральных целей. Конечно же, да, и религиозники, и политики, и в четвертом, и в пятом столетиях, они руководствовались, и до сих пор руководствуются, и религиозники, и политики, значит, своими какими-то там, да, целями, там, дальними, там, ближними, программа минимум, программа максимум, всегда есть, значит, да, значит, но генерально я вижу в истории двухтысячелетней лишь одну личность, которая заинтересована в этом. А зачем? Чтобы отвлечь людей от Господа, чтобы люди не наслаждались раем, чтобы не наслаждались спасением, чтобы погибали, одним словом. Вот. Да, я тоже приготовилась к причастию. Татьяна пишет, да, причастие, это когда мы друг друга вкушаем, принимаем Иисуса, в каждом из нас, в каждом из нас Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо за ваши труды в теле Христа. Какую литературу о истории церкви вы советуете прочесть? Денис, я не знаю. Моя библиография занимает там больше трех листов сейчас, значит, то есть я читаю, изучаю литературу различную. И православную, и католическую, и протестантскую, и мусульманскую, и иудейскую, и атеистическую литературу, то есть очень различную. Вот пока вот такого, как бы, такого большого, объемного и единого труда я не нашел, честно говоря. Из православных авторов Александра Меня рекомендую. У него очень хорошие такие наставления и взгляд такой, ну, более-менее такой хороший, такой библейский, правильный на историю церкви. Александра Шмемана, Мейндорфа, из православных авторов я имею в виду. У протестантов вообще там очень много вообще замечательных авторов, там не перечесть просто. У нас в православии мало очень таких толковых, к сожалению, авторов. Вот, значит, как вот Александр Мень, допустим, да. Вот, и, значит, из католических авторов тоже есть прекрасные авторы, современные такие вот именно историки, которые более-менее трезвый взгляд на церковь. Кстати, из православных авторов еще Михаил Постнов, вот, из русскоязычных авторов православных имена. Михаил Постнов, история христианской церкви, тоже неплохая работа. Ну, там много очень авторов хороших. Есть много хороших и мусульманских авторов, иудейских авторов, атеистических авторов, очень много интересных есть. Вот, поэтому скажу, что в любой конфессии, религии, традиции есть много хороших умных людей, которые пытаются свеже посмотреть на происходящее все. Вот, потому задача реформации заставить человека думать своей головой, да, осознать персональную ответственность перед Богом. Вот, и, в конце концов, человек думающий, да, это не проклятие, это благоставение. Слава Богу. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю тебя, благодарю тебя. И в причастии, друзья, братья и сестры, не качество хлеба, да, или вот виноградный сок, но плод виноградной лозы, или плод земли. Но самое главное в причастии, самое архиважное, это наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Денис тоже вопрос задает еще раз, да, как быть с католиками, ведь у них Папа на месте Христа, это тоже религиозность. Да, везде религиозность есть. Я в костелах проповедую, много проповедую в костелах католических, и рима католических, и греко-католических. Бываю в семинариях католических, вот во Львове тоже, допустим, да, значит, пожалуйста, прекрасные люди. Много очень людей верных и святых, действительно, но, опять-таки, ереси я не принимаю. Людей принимаю, да, когда о Христе говорим, принимаю, но когда помимо Христа уже начинается словоблудие, не, я, извините, братья, здесь я уже не участвую. Вот, и, да, есть, кстати, здесь же на канале есть мои проповеди и в лютеранских кирках некоторых, и в этих же, на этом же канале есть мои проповеди в католических костелах, в частности, вот в Николаеве на Пасху проповедовал как раз на пасхальном торжественном служении свидетельство как раз в костеле католическом, вот, значит, это было несколько лет назад. Вот, и записи сделали просто там как раз. Вот, слава Богу. Иван пишет, да, благословит Иисус Христос, брата Сергея и его семью. Аллилуйя. Спасибо и вам того же. Пусть Бог благословит и вас, и ваши семьи, и братья, и сестры, преломим хлеб, рассуждая о теле крови Христа. И рассуждать нужно не половинчато, не полуправда, а вся правда важна. Значит, во-первых, осознать, необходимо и принять это условие для причастия, хлебопреломления. Иисус Христос, мой личный Господь и Спаситель, Исцелитель, Благословитель, мой брат и друг мой. И это самое архиважное, что он личный мой Спаситель и Господь. Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, говоривал в свое время, что осознавать и исповедовать, что Иисус Христос, он наш общий Спаситель и Господь, это говорит не спасительно. Но осознавать и исповедовать, что лично мой он Спаситель и Господь, вот это вот уже спасительно. Потому что важно в новозаветном формате, особенно это архиважно, осознавать персональную ответственность перед Богом и персональное спасение, личное, индивидуализм этот, в хорошем смысле слова. Путь Господь благоставит всех нас сейчас, рассуждая. Даже если мы причащаемся в тысячном собрании, на богослужениях, где тысячи людей, на стадионе, допустим, даже если причащаемся, я тоже участвовал в таких служениях больших, массовых. Так вот, даже если так, даже если десятки тысяч вокруг тебя людей, все равно ты должен принимать причастие, осознавая лично, лично, что твой Иисус Христос, он лично твой Спаситель, лично твой Господь, это архиважно. И еще, должен понять, что то, что совершилось 2000 лет назад, это пролитие крови на Голгофском кресте, Агнца Божьего, это искупление всех твоих грехов, это спасение. Это спасение. Он умер за всех нас, и сегодня мы принимаем верою, мы живем во временном потоке, во временном измерении, нам чудно все это, конечно. Вот, странно, как бы звучит все это. Как же так? Для нас есть прошлое, настоящее, будущее, но Бог вне времени, Он выше времени. И спасение, это дар Божий во Христе Иисусе Господе нашем. Преломляем хлеб, братья, сестры, рассуждая, что ранами Иисуса Христа, кровью Его Святой, я спасен, я уже спасен. Это дар Божий, твой дар, Господь, спасибо тебе, Боже Всемогущий. Но и это еще не вся правда. Это тоже еще части правды. Вся правда уже в том заключается, и вот остальные части очень важные, что не только грехи наши были на нем, не только мои грехи, но и ранами Его я исцелен. И благоставлен всеми благоставениями небес через жертвенную кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа. То есть спасение, это не только, как вот в русскоязычном мире обычно ассоциируется только лишь с каким-то вечным спасением. Нет, это и сейчас, сейчас же, сейчас, уже сейчас, прямо сейчас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя и благоставляю великое имя Твое. Благословен Господь, Бог наш. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твое, за жизнь вечную. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Иисус, благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю. Я тебя, мой Бог, я тебя, Господь, люблю, я тебя, Господь, люблю, и за все благодарю. За Голгофу, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Господь, я тебя, Господь, люблю, я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. Благодарю тебя, Господь, благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли. А наипаче, благодарю тебя, Господь, за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа, праведника. Благодарю тебя, Господь, за плод виноградной лозы. И благодарю тебя, Господь, за лозу небесную. О, великий виноградарь, благодарю тебя, Господь, Бог мой, Отец мой, Ава, Отче, Папочка, Папа. Благодарю тебя, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Иегова, имя Твое, Бог Авраама и Исаака Израиля, благословенный Создатель наш, слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава Агнцу Твоему и Утешителю Духа Святому. Аллилуйя. Мы не сироты, мы не рабы, рабы немы. Мы, Господь, спасены Тобою по благодати, Боже, слава Тебе, дети Твои, сыновья и дочери Твои, слава Тебе, я благодарю Тебя, Боже, я и Отец одно. Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, это Ты и я. Тело Иисуса Христа, это Ты и я. Кровь Иисуса Христа, это Ты и я. Церковь, тело Христа, столб и утверждение истины. Ни конфессия, ни динаминация, ни организация, ни структура, ни иерархия, нет. Души живые, живые камни на основании апостолов и пророков, имея кроегольным камнем самого Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, братья, сестры. И сейчас я сделаю следующее, я сейчас отключусь, завершу уже эту трансляцию. И каждый из нас пусть совершает причастие сейчас и лично поговорит с Отцом, лично обратится к Нему от всего сердца. Но напоследок этой трансляции сегодняшней в 6 утра, завтра подключайтесь к утренней молитве, в 6 утра по киевскому времени. И в завершение хочу благоставить сейчас свою семью, благоставляю супругу свою драгоценную, Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, благоставляю внуков, благоставляю во имя Господня. Благоставляю всех вас, кто был в трансляции и сейчас, или смотрит видео, потом это в записи. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Благоставляю Израиль, благоставляю Иерусалим, благоставляю Киев, благоставляю Украину. Благоставляю всю нашу истрадавшуюся землю, все народы и племена, потому что вся тварь стинает и мучается, все творение, весь растительный мир, животный мир. Да, но наипадший человеческий род, друзья. И пусть Господь благословит сегодня всех вас, возлюбленное благоставляю во имя Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Благословит тебя Господь, благословит тебя. Я Хар Адонай Панав велиха Вихунекха И Садонай Панав велиха Ве Я Селеха Шалом Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейнум. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака Израиля, Отец наш, Сущий на небесах, досвятится имя Его. Благословит сегодня весь народ свой, всех любящих и боящихся Его. Благоставляю во имя Иисуса Христа. Благоставляю всех вас, братья и сестры. Приломляем сегодня хлеб, рассуждаем, вкушаем. А чаши пьем. И даже если нет виноградного сока, просто налейте воды себе. Возьмите хлебушка. Самое главное не качество хлеба, вина, а качество нашего рассуждения о теле и крови Иисуса Христа. Это и есть причастие наше. Даже ни хлеба, ни воды нет. Просто размышляйте умом своим. Бесконтактное причастие совершайте такое. Умом своим, просто в эту тайну углубляясь. Телой и крови Господа Иисуса Христа. Это Евхаристия Божественная. Хлебопреломление. Истинное. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Благослови мои братьев и сестер всех. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. За Голгофу, за Кровь. Я Тебя благодарю. За воскресенье Твое. За победу Твою. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, О Дух Святой. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю.